Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро, дорогие зрители Амурского областного телевидения и телеканала ОТР. Сегодня заряд бодрости вам подарит Ростислав Азизов и Екатерина Рожкова. Ну а мы уже в ближайшие несколько минут вам расскажем, чем будем удивлять в рамках сегодняшнего эфира. А темы будут предновогодние. Поехали! В областной столице пройдут соревнования по робототехнике. Автоматизированные машины разработали амурчане в возрасте от 5 до 11 лет. О том, как дети применяют на практике знания в области кибернетики и механики, расскажет наш гость Анастасия Суржик, директор филиала Центра развития робототехники в Благовещенске. Пять воспитанников хора детства споют на главной сцене. В Государственном Кремлевском дворце состоится выступление детского хора России. Концерт пройдет 23 декабря. Главным зрителем станет президент Владимир Путин. Сегодня у нас есть возможность узнать, как проходят концерты в Кремле и какие произведения исполнят амурчане вместе с российским хором. Ну а между тем, до Нового года остаются считанные дни, поэтому самое время ставить дома елку. А вот в какую стоимость обойдутся новогодние деревья, расскажем в рубрике «Ценник». Прямо сейчас выпуск новостей. Вернемся в студию буквально через 10 минут. Не переключайтесь. Мы продолжаем наше утро. Сегодня программу ведем для вас мы, Катерина Рожкова и Ростислав Азизов. Напомню, на календаре 17 декабря-вторника в этот день в России отмечается очень важный праздник. День ракетных войск стратегического назначения Вооруженных сил Российской Федерации. Также 116 лет назад братья Райт, то есть от всей авиации, испытали первый летательный аппарат тяжелее воздуха. Они разработали систему горизонтального управления полетом. Ну а в 1903 году братья Райт впервые успешно испытали свой летательный аппарат. Дело в том, что до этого момента все попытки были, увы, провальны. Ну а чем этот день запомнился в истории Амурской области, расскажет Оксана Холодова в рубрике «День в истории». Первый подземный переход в районе ВДНХ открыли в Благовещенске в 2009-м. На его строительство потребовалось 5 месяцев и 27 миллионов рублей. У перехода 5 входов-выходов, по 2 с каждой стороны улицы Театральной. Объект возвели по федеральной программе повышения безопасности дорожного движения. А в центре города в этот день установили новогоднюю 20-метровую елку, которую украсили цветными лампочками. Кстати, собирали праздничное дерево 3 дня. В 2012-м в Тынзе простились с мэром города Марком Шульцем. Проводить в последний путь легендарного градоначальника пришли тысячи людей. Марку Шульцу было 77 лет. Он возглавлял администрацию Тынды с 1992 года. В общей сложности руководил городом 16 лет. Общественники Белогорска проверяли детские новогодние подарки в 2013-м. Основное внимание они уделили сертификатам качества сладостей. Музей истории пенсии открыли в 2015-м. Экспонаты собирали по всему Преамурию. В коллекции было 400 экспонатов. Это образцы паспортов, метрик и других личных документов начала прошлого века. На стендах разместили фотографии и различные предметы, посвященные истории развития пенсий в стране и регионе. В 2018-м Деда Мороза раздали 650 мандаринов и 1500 конфет в Шамановске. Сладостями и фруктами сказочные персонажи угощали малышей и взрослых за стихотворение или поздравление. Также сказочные герои побывали в городской больнице и поздравили с Новым годом маленьких пациентов. На прошлой неделе мы объявили конкурс «Елка АОТВ». Победителями стали жители Тамбовского района. Однако работ прислали не так много, поэтому конкурс мы решили продлить еще на одну неделю. Поэтому именно вам, дорогие наши телезрители, прямо сейчас мы предлагаем взять в руки мобильный телефон и сфотографировать новогоднюю красавицу, если вы ее уже установили. Ну а может быть вечером вы будете устанавливать, а также сделайте фотографию или запишите видеоролик, пришлете его на наш номер WhatsApp, и мы выберем из фотографии и видео самые интересные, самые креативные работы ваши и назовем победителей, которые получат приз, а сертификат на суши и роллы в одном из ресторанов японской кухни города Благовещенска. Минувшие выходные в Амурской области нам запомнились множеством концертных представлений и предновогодних проектов. Например, Амурский областной театр «Кукол» отметил свой юбилей культурному учреждению, исполнилось 55 лет. В Амурской областной филармонии выступил легендарный гитарист, а в театре драмы показали новый спектакль с очень интересным названием «Дура». Об этом и о многих других культурных новостях я расскажу в программе «Область культуры» уже в среду в 20.35. О всех предновогодних проектах, которые будут проводиться на следующей неделе, вы узнаете в программе «Афиша». Продолжим праздничную тему Нового года. Тем более, что торжество уже не за горами, и для тех, кто еще не поставил дома хвойную красавицу, следующая информация будет не только интересной, но и полезной. Мы подготовили обзор, во сколько обойдется ель и сосна амурчанам в этом году. Рубрика «Ценник» продолжит наш эфир. Не переключайтесь. С начала декабря в Преамурье работают хвойные базары. Так, купить для праздника сосну или ель высотой 1 метр жители Белогорска и Свободного могут за 400 рублей. Амурчанам из Шимановска дерево обойдется в 250 рублей. За сосной или елью им придется ехать в местный лесхоз. Еще 150 рублей стоит квитанция. Она позволяет ехать на территорию лесхоза и срубить себе елку нужной высоты. В Зее амурчане также могут спилить дерево самостоятельно. Цена зависит от высоты. Елка до полутора метров будет стоить 200 рублей, до двух – 300, выше двух метров – 350 рублей. Заготовленные же сосны и ели дороже до полутора метров – 450, до двух метров – 500 рублей. В Благовещенске помимо ели и сосны можно приобрести и европейские пихты высотой от полутора до двух метров. Цена на пихты стартует от 6 тысяч рублей. По-прежнему большой спрос и на искусственные хвойные красавицы. Здесь покупателям предлагают деревья разной степени пушистости, разной высоты, качества пластика и цвета. Средняя цена на такое дерево – от 3-4 тысяч рублей. Выходные в северной столице Байкала-Мурской магистрали в Тынде открылись снежный ледовый городок. Там появилось 24 снежных ледовых фигуры. И, конечно же, в центре установили новогоднюю красавицу, вокруг которой дети и взрослые вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой водили хоровод, пели песни и поздравляли друг друга с наступающим праздником. В Благовещенске ледовый городок откроется уже к 24 декабря. Вот какая погода будет стоять при Амуре, узнаем прямо сейчас. Фестивали в сфере робототехники в Амурской области проводят уже несколько лет подряд. Один из них недавно состоялся в Благовещенском педуниверситете. Свои работы представили юные инженеры со всего Преамурья. Они разрабатывали роботов, а вот каких – узнаете из нашего материала. Робот-супергерой Бамбалби четко идет по намеченному пути и преодолевает препятствия. Практически самостоятельно, но под пристальным наблюдением создателя. Участника фестиваля робототехники – юного инженера Александра Сачакова. В свои 11 лет на сборку такого непростого механизма ему потребовалось всего неделя. Правда, по мнению юного техника, сложность не в сборке. Труднее было приготовить для робота полосу препятствий. Вот у него здесь два датчика стоят. Он по этим датчикам определяет черную полосу. Он по этой черной полосе и едет, и преодолевает препятствия. Это не слишком трудно сделать. Это просто там всякие препятствия, это еще нужно придумать. Простой на вид игрушечный механизм самостоятельно собирает ту же игрушку – кубик Рубика. Причем готов соревноваться с человеком в скорости сборки. Ведь подбирает цвета головоломки за пару минут. Необычные идеи, как и качественное исполнение работ, учитывают эксперты при оценке проектов участников фестиваля. По словам организаторов, с каждым годом проекты юных инженеров становятся все сложнее. Но даже проекты начинающих детей, у нас здесь есть маленькие дети, например, из про-гимназии несколько проектов представлены, тоже поражают своей широкомасштабностью, сложностью и вложенными туда трудом и творческими идеями. За три года, что проводится в фестивале робототехники, механизмы становятся все сложнее. Растет и количество участников. Это уже не только игры или настольные модели солнечной системы. Есть целые предприятия в миниатюре. Например, мусороперерабатывающий завод, созданный руками ребят, которым нет и десяти. Интересными идеями и проектами ребят постарше уже интересуются реальные инженеры, особенно проектами беспилотников. Это сейчас очень такая тема популярная, беспилотный транспорт. Он широко реализуется и в нашей стране, и за рубежом. И ребята тоже идут в этом направлении. Потому что стране очень сильно не хватает кадров, инженерных кадров, которые бы все это могли реализовать. Денис Вериденко, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. 22 декабря в Точке кипения пройдут соревнования по робототехнике. В состязании сразятся 27 команд. Это 54 участника. Приедут они не только из города Благовещенска и ближайших районов Амурской области, но также со всего Дальнего Востока. Более подробно эту тему обсудим с нашим гостем. В студии программы «Наше утро» Анастасия Суржик, директор филиала Центра развития робототехники в городе Благовещенске. Доброе утро, Анастасия. Доброе утро. Анастасия, вот мы знаем, что на соревнованиях за победу будут обороться роботы четырех категорий. Вот что это за роботы, да и что это вообще за соревнования? Расскажите нашим умовчанам, нашим зрителям. Сначала хочу рассказать про соревнования. Соревнования называются «Робокис-челлендж». Это соревнования для детей от 5 до 11 лет. С 2014 года во Владивостоке ежегодно они проводятся, но в Благовещенске мы проводим такие соревнования впервые. Действительно, ребята будут состязаться в четырех категориях робокис, ввиду перевозчик, Майнсторм Сумо и проекты. Робокис для самых маленьких, ввиду перевозчик для детей до 9 лет. Майнсторм вообще самые, по мне так, зрелищные соревнования, когда два робота друг друга выталкивают из поля. То есть борьба идет, да? Да, настоящие состязания такие роботов. Очень интересно. Вы правильно сказали, что соревнования проходят 22 декабря в точке кипения с 9 до 2 часов. Для участников полностью бесплатное участие. То есть любой желающий, кто в этом специализируется, может прийти и попробовать свои силы? Да, достаточно было только зарегистрировать команды. Также для зрителей вход свободный, поэтому приглашаю вас, придите, поболейте за наших ребят. Если говорить о конкурсной основе, да, сколько ребят участвуют и из каких районов они приезжают к нам? 27 участников. Команд? Да, 27 команд. В каждой команде по 2 человека. Ребята приезжают из Еврейской автономной области и из Благовещенской. Это школы, кружки по робототехнике и ближайшие районы. Самому юному участнику 5 лет? 5 лет, да. А откуда он? В Благовещенск. А вот что нужно изучать такому маленькому ребенку, да, чтобы собрать хотя бы элементарного робота, чтобы запрограммировать его? На самом деле никаких дополнительных наук и знаний не нужно, чтобы участвовать, чтобы, вернее, прийти к нам в центр. Если родители увидели тягу к конструированию, пусть он приходит к нам и уже на занятиях мы всему научим. На занятиях изучаются такие понятия с физики, с математики и с других. То есть вы обучаете детей с такого раннего возраста? Да, с 5 до 14 лет у нас в центре ребята занимаются. В какой категории из 4 больше всего заявлено участников? В категории Майнсторм Сумо больше всех участников. Это, по-моему, 14 команд. Вот как раз в этой категории ребята участвуют с Биробиджана, с Благовещенской, ну и ближайших районов. А чем она так интересна, эта категория Сумо, вот если… Ну, борьба, да. Стрелищная, да. То есть поле в виде круга, два робота помещаются в середину, и они друг друга начинают выталкивать. И тут вот как раз все болеют, кричат, болеют именно за своего робота. Что дают подобные соревнования? Ну, во-первых, мы развиваем интерес к образовательной робототехнике. То есть у ребятов складывается работа в команде, они дружат. Сплоченно с ними. Да, конечно. Мы смотрим на уровень команд, то есть видим, к чему нужно стремиться. И, конечно, есть соревнования, не данные, которые можно выехать на российский уровень или на международный. То есть благодаря соревнованиям на региональном масштабе есть такая возможность, да? Где проводятся такие соревнования уже, ну, большего уровня? Ну, и региональный этап. Есть такие соревнования, Всероссийская робототехническая олимпиада, ВРО, коротко если. Центр развития робототехники является организатором таких соревнований. Вот мы будем участвовать в следующем году в мае. Ребята, которые выиграют, поедут на Всероссийский этап, а после уже на Мировой. Например, в этом году наши ребята во Владивостоке выиграли, поехали на российский этап и вот были в ноябре в Венгрии. Ничего себе! То есть у нас хорошие результаты у Благовещенска. Ну, это ребята с Владивостока. Наш именно центр в Благовещенске открылся с августа. Но мы занимаемся по одним методическим материалам, поэтому и наши ребята способны, я думаю, поедут на мировой уровень. Вот за это время был ли такой робот, который поразил вас? Вот ребята его собрали? У нас такая система, что на каждом занятии ребята собирают разных роботов в зависимости от темы. Поэтому ребята каждое занятие поражают меня, потому что, вот вы представляете, разговариваешь с ребёнком, которому 8 лет. Он может спокойно рассказать, что такое механическая передача, какие виды бывают, что, например, такое датчик расстояния, где он применяется, для чего он нужен. И это, конечно, поражает. А если говорить сейчас о робототехнике в целом, насколько это сейчас популярно у нас в Преамурии? Очень популярно. Я думаю, везде популярно, потому что робототехника сейчас преподается в садиках, в школах. Даже так. Да. Есть множество кружков. Единственное, у всех разный уровень и в зависимости, что вы хотите для ребёнка. Очень много кружков, где именно на развлечения направлены занятия. У нас немножечко другая специализация. У нас идёт занятие от простого к сложному, и ребята действительно получают знания в этой области. Образовательное больше. Да. А девочек много ходят на занятия или только мальчишки? Девочки ходят, но меньше, чем мальчишек, конечно, но ходят. И так, если примерно в процентном соотношении, 5 на 95. Что проектируют? То же самое, что и мальчики. То есть они занимаются наравне. Нет, даже иногда и лучше. А смотрите, если ребёнок придёт, скажет, хочу сделать, не знаю, там, робота вымышленного какого-нибудь, вы дадите ему такую возможность, поможете ему? Ну, не знаю, какого робота можно придумать? Ну, вот есть робот, который там борется, да, есть робот, который передвигает грузы. Ну, не знаю, робота, который готовит кушать дома. Кстати, на занятиях чаще всего дети говорят, что хотят сделать робота помощника маме, который готовил, убирал, стирал и так далее. Если ребёнок хочет что-то своё сделать, вот как раз есть соревнования, такие как проекты. Ребёнок приходит со своим проектом на определённую тему. На робокис-челлендж в данных соревнованиях у нас будет тема городостроительства, города будущего. То есть ребёнок в этой теме может придумать всё, что угодно и защитить свой проект перед судьями. И, возможно, он потом его выполнит, вы ему поможете, и этот робот будет помогать, например, по дому маме. Например, да. Очень интересно. Спасибо огромное, Анастасия, что пришли сегодня к нам в гости. Обязательно, дорогие друзья, напомню вам, что 22 декабря в «Точке кипения» состоится соревнование роботов. Приходите абсолютно бесплатно для каждого. Ну, а прямо сейчас мы узнаем, чем же запомнился день. Служба новостей подготовила выпуск нашей любимой программы «Новости». Не переключайтесь. Ну, а мы продолжаем наше утро. И вот мы видим эмоции ребят из Благовещенского хора «Детство», которые в прошлом году выступили на главной сцене. Россия, это Кремль. В этом году также, 23 декабря, в Государственном дворце состоится сольный концерт детского хора «Россия». Там будут выступать и наши ребята. Это пять воспитанниц из хора «Детство». На концерте обещает быть президент Владимир Путин. Он по традиции смотрит на выступления хора «Россия». А вот это видео было снято в прошлом году. Вот они, детские эмоции, счастливые глаза ребят, которые выступили и представили Амурскую область на таком высочайшем уровне в Москве. Мы продолжаем наш эфир. К нам присоединилась Татьяна Леонтьевна Бедерина. Это руководитель хора «Детство». Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Как ваше утреннее настроение? Отличное. Вот буквально уже вот-вот и самолет. Полетите в Москву. С какими эмоциями готовитесь к этой большой и значимой, я думаю, для нашего региона поездке? Пока сложно сказать, но, конечно, эмоции большие, понятное дело. Но большая ответственность, потому что это не просто мы приехали и спели какие-то песни и уехали. Это огромная подготовка, потому что это огромный репертуар, это очень сложный репертуар. Мы поем и русскую классику, и зарубежную классику, и русские народные песни. И это программа, состоящая из 20 произведений. Концерт называется «Сольный концерт детского хора России», который будет проходить в Кремле, и, понятное дело, что это очень-очень ответственность. Поэтому большая подготовка была и здесь, и будет продолжаться совместно с оркестром в Москве. Сколько ребят поедут в этом году представлять Амурскую область, и как проходит подготовка, отбор, точнее, вокалистов, тех, кто будет петь? Поедут 5 человек. Раньше мы ездили, это было 10 человек. Сейчас сократили, потому что элементарно в Кремле на сцене тысячи детей не могут поместиться. И поэтому вот сократили ровно в половину, и на сцене будет 500 детей. Поэтому 5 человек от региона, Москвы немножко больше, понятно, Москва представлена. А вот от региона 81 регион. И от Амурской области, да, поют 5 детей. Это дети хора детства. Такую возможность мы получили благодаря конкурсу, когда проходил именно среди детских хоровых коллективов, и мы получили право представлять именно в основном составе детский хор России. И вот мы уже выезжаем, получается, в пятый раз на это мероприятие. Но это очень почетно, очень знаково, и дети, наверное, к этому очень готовятся. Вот как вот они с какими вот сейчас ощущениями репетируют? Очень волнительно, да? Волнительно, и, конечно, очень волнительно. Если мы будем говорить с детьми, разговаривать с детьми, то они обязательно скажут, первое, что они испытывают, это волнение. Потому что они всегда говорят одно дело, когда ты стоишь в своем родном хоре, и слышишь, во-первых, и опору, и понимаешь уже много чего. Ну, ты знаешь, что есть всегда рядом друг, который, если что, поможет. То в детском хоре России, понятно, что, во-первых, там собраны лучшие дети. И, что называется, просто так опозориться, чего-то там не спеть или спеть не в ту ноту, ну, очень стыдно, конечно. А вот мы предполагаем, что приехали в Москву наши ребята из Благовещенска, да, с хородетства встали, им дали партитуру, они поют, и два дня и уехали обратно. Все-таки это не так, это трудоемкий процесс, это репетиции, это полноценные репетиции, которые будут проходить прямо там, так ли это? Совершенно верно. То есть мы вот прилетаем, у нас буквально немного времени на адаптацию, в этот же день у нас уже будет репетиция первая, и все дни у нас репетиция и с утра, и с обеда. Репетировать мы будем в хоровой школе «Радость», с нами будет работать очень замечательный дирижер, это Татьяна Жданова и Дмитрий Дмитряк, то есть очень известные дирижеры, которые будут работать с детьми. 22-го начнутся репетиции с оркестром, и это тоже очень интересный процесс. Поэтому, конечно, это репетиции, это многочасовые репетиции, это работа, это не какая-то вот праздная поездка на елку, это совсем другое мероприятие. А если говорить о тех, кто же будет в зале, правда ли, что президент действительно находится в зале и смотрит на этот концерт? Конечно, конечно. Более того, он перед концертом выступает всегда, дети воочию это могут видеть, слышать. Случались ли какие-то казусы? Или у нас всегда все? Вы знаете, не то чтобы казусы, у нас было однажды очень такое событие неприятное, если вы помните, мы готовили концерт новогодний, это были, понятно, такие произведения, связанные именно с этим праздником в том числе. Но, если вы помните, погибли ансамбль имени Александровна накануне, и у нас буквально оставалось два дня, мы меняли полностью программу. Возможно, разговор был такой, что даже и отменят концерт, но концерт не отменили, поменяли программу. Вот в этот день, именно в этом году, не было Путина, все его ждали, но его почему-то и не было. А так, да, он приезжает, приходит на концерт, присутствует, выступает. А если говорить вообще в целом о подготовке к другим, да, может быть, большим олимпиадам, к чему сейчас готовитесь? Это большая подготовка хора, это 11-мировые хоровые игры, которые будут проходить в июле в Бельгии. И сейчас мы с большим энтузиазмом взялись за новые программы, и мы готовимся к этим конкурсным мероприятиям. То есть вы не отдыхаете, у вас одни репетируют на Москву, основной состав репетирует уже Бельгию, да? Другие выступают на каких-то мероприятиях городских, областных и так далее. Ну, вот, конечно, этот процесс, он бесконечный и постоянный. А какой репертуар будет в Бельгии представлен? Ну, мы будем выступать в двух номинациях. Это будет духовная номинация, наша любимая номинация, и народная, там, где мы будем представлять русскую музыку. Мы работаем сейчас над репертуаром, и какие-то произведения, конечно, мы возьмем те, которые мы уже исполняли в конкурсной программе других мировых хоровых игр, потому что менять полностью программу – это очень-очень сложно. И поэтому какие-то произведения будут повторяться, какие-то будут новые, но в любом случае эта программа очень серьезная, очень сложная, такая, которая должна звучать именно на уровне мировых хоровых игр. Вот мировые хоровые игры проводятся раз в два года, да? В прошлом году вы были в Африке, мы об этом очень много говорили, эмоций было много. Насколько важно отправиться на них и получить такой шанс и такую возможность? Очень важно, потому что если мы будем отслеживать мировой рейтинг топ-хоров, тысяча хоров, то на сегодняшний момент, именно по состоянию на 1 ноября, наш хор, хор из города Благовещенска, Амурской области, хор детства, занимает 15-ю строчку. Это почетно. Это очень серьезно. Мира. Это очень серьезное достижение. Чтобы удержаться на этой строчке и не спуститься вниз, а только подниматься, во-первых, нужно участвовать в мировых хоровых играх, но не просто участие дают себе очки и баллы, которые поднимают на более высокую ступеньку, но и их нужно набрать эти баллы. То есть нужно выступить достойно, набрать высокие баллы, чтобы удержаться либо подняться. Я хочу сказать, что мы в прошлом году не выступали на мировых состязаниях, и поэтому с 10-й строчки мы опустились на 15-ю. И это очень обидно, конечно. Не потому что мы стали хуже, а потому что мы не имели возможности выехать и поучаствовать. Подтвердить еще раз, да? Подтвердить, да. Поэтому наше участие в этих играх очень значимо и очень важно. Татьяна Леонтьевна, последний вопрос. Мы узнали, что 23-го числа концерт в Москве, что поедете в Бельгию. В Благовещенске когда мы сможем увидеть хор детства? Когда долгожданное выступление артистов? Мы стараемся делать это как минимум два раза в год, большие сольные концерты. Мы постараемся провести в конце года по приезде в город Благовещенска. Мы обычно это делаем в школе. А в мае или в конце апреля у нас всегда проходит или в областной филармонии, что чаще бывает, либо в общественно-культурном центре. Обязательно сольные концерты проходят у нас в городе и в области, кстати, тоже. Спасибо огромное. Желаем вам только творческих успехов и только лишь побед, чтобы наш хор был на первом месте в мировом рейтинге. Спасибо. Мы это очень хотели. Спасибо огромное. Мы продолжаем наше утро. Не переключайтесь. Впереди еще очень много интересной, а главное полезной информации. Звонит или звонит договор или договора, ну а также, конечно же, слово квартал или квартал. Даже если вы точно знаете, как произнести эти слова, в русском языке найдутся и такие, которые могут поставить в тупик даже самого образованного человека. Но чтобы этого не было, специально для вас мы подготовили рубрику «Грамотеи». Смотрим. Как правильно написать «компания» или «компания»? Выбор написания буквы «О» в слове «компания» или «А» в слове «компания» зависит от значения существительных и от контекста. Компании называют крупное промышленное объединение, занимающиеся производством, торговлей, строительством и другими видами деятельности. Например, «компания», «теле» и «радиообещание». Компании изначально называли военные действия с общей стратегической целью, например, «военная компания». Затем значение слова изменилось. Сейчас им обозначают любое масштабное событие в жизни страны. Например, «предвыборная компания», «оздоровительная компания», «рекламная компания», «пассивная компания». Принудить или принудить? Куда поставить ударение? Принудить – заставить что-нибудь сделать, силой побудить к чему-либо. Ударение в этом слове следует ставить на второй слог. Оно является неподвижным во всех его формах. Например, «мы принудим», «ты принудишь», «они принудят». Будьте грамотными. А нам пришло время прощаться. Это утро с вами провели Ростислав Азизов и Екатерина Рожкова. Всем желаем хорошего настроения и отличного дня. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова